приветствую вас мои дорогие друзья уважаемые зрители уважаемые подписчики если вы слышите меня значит вы настроились на волну игрового канала делан game и я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровому симулятору омси 2 сегодня с вами мы находимся на карте чистогорск находимся мы в населенном пункте не знаю как он правильно называется произносится коренева либо коренева в общем как то так и сегодня поедем мы по сотому маршруту данный маршрут как раз таки соединяет наш населенный пункт коренева с населенным пунктом сорокин но а преодолеем мы этот путь на одном из вот этих вот красавчиков перед нами по крайних версий автобусов по 42 34 версия 2005 года здесь на номере стоит 2010 год но из описания было указано что эта версия 2008 года и вот эта версия у нас 2010 года огромное спасибо за предоставленную возможность сделать обзор на эти автобусы я выражаю денису стиновую группе дэнчик проект вот во главе с денисом ушаком не трудились над этими автобусами ребят это полная переделка предыдущих версий то есть кузов в принципе размеры кузова они остались здесь одинаковыми но полностью я так насколько понимаю это все переконвертилась и вот автобусы можно сказать в таком вот новом облике принципе от старых автобусов здесь осталось лишь только вот индикация у 2005 года модели и у 2010 года немножечко разные звуки то есть звуки изменились они стали разные они стали лучше естественно мы это с вами сегодня все послушаем изучение моторов визуально вы тоже можете видеть что ранняя версия автобусов вот отличается от двух предыдущих салон немножко такие попроще сидений на сегодня может не попроще но вот сами ручки на сиденьях они расположены по другому также ранняя версия имеет у нас на крыше лишь только два люка когда версия 2008 и 2010 годов имеет у нас уже по три люка на крыше давайте заглянем внутрь здесь вот приборка у нас выполнена вот в таких вот черных тонах вот так все строго четко выглядит кто не знаю садишься и так знаете в какой-то мрак словно погружаешься но выглядит довольно таки все очень красиво и все очень привлекательно давайте сразу запустим двигатель в принципе я думаю что сегодня мы с вами поедем на вот этой вот версии маршрут я еще не выбирал только таблички подготовил вот ребят со стороны можно накинуть взглядом сам салон вот так вот он выглядит свет все работает все функционирует без каких-либо проблем то есть функционал никуда не делся не пропал двери как открывались и закрывались также не выполняет всю свою функцию число посадочных мест 30 общая вместимость 50 все указано все у нас с вами есть и люки на крышах естественно открывать ладно открывать я не буду но все это функционирует вещевых ящиках у нас пусто модельки абсолютно голые здесь вот лишь только в холодное время суток и можем прикрыть отверстие в решетках радиатора чтобы автобусу было теплее прикрывается здесь виде такого вот картона вот так все выглядит довольно таки очень неплохое интересное решение потому что зачастую водителям так делают но после этого когда вы картон поставите вы уже не сможете открыть капот и заглянуть как там работает двигатель слушайте что у нас на карте чистогорска новый год я смотрю новогодние шарики здесь на частном домике вроде бы уже погода весенняя на еще новый год ну круто я люблю праздничное настроение пускай будет картонку можно убрать вот таким вот образом кликнув на решетку радиатора и она снова прячется у нас вот в наш вещевой ящик и теперь можно уже спокойно открыть капотом по моему бутылка кстати исчезла вот виталия лагутина здесь бутылочка все время красовалась для того чтобы плотно крышка по ту не закрывалась но я смотрю она исчезла вуаля мне и теперь нету в пазике все почему-то так закрывается второго раза ритуальный люк крышка багажного тека но как такового багажного тека в пазике нету здесь сразу открываете и упираетесь последний ряд сиденьев вот так это все выглядит в общем я что хочу на вот этой мрачной старенькой версии сегодня ребят прокатиться потому что в принципе вот эти пазики которые выходили с конвейером на павловском автобусном заводе первыми они естественно первые и уходят уже с улиц наших городов уже все реже и реже можно встретить вот эти вот пуазики так давайте переберемся теперь версию 2008 года сейчас сядем сюда в принципе сразу да вот посветлее все смотрится уже посвежее понове им словно вот какое-то новое дыхание у этого вот автобусом давайте запустим двигатель коробку надо на нейтральное положение перевести чтобы запустить двигатель автобус в целом у нас на ручнике стоит поэтому ехать он никуда не должен по моему я слышу по звукам что это да действительно старые звуки что были и на предыдущих версиях в принципе здесь ничего у нас так не отличать салон автобус ребятам три люк на крыше так плафоны светится да светится все тоже без каких-либо проблем табличка присутствует в общем двери открываются закрывается все как положено давайте пройдемся для пущей наглядности посмотрим как здесь расположено вот мы на последнем ряду сиденьев ну и приятно что модельки друг от друга хоть это еще и тестовые версии вот ну в салоне внешне отличается в плане того в плане уют вот шторки такие здесь присутствуют в общем все очень красивенько все очень уютно все очень здорово и давайте перейдем уже к последней версии вот 2010 года выпуска здесь в принципе тоже вот такая вот светлая приборка запустим двигатель сейчас та же самая картина коробка переводим нейтральное положение сейчас я воткну передачу какую-нибудь только автобусный ручник поставлю чтобы он не убежал но вроде вроде немножечко другие звуки у нас может снаружи будет более отчетливо слышно в общем ребята вот так звучит автобусом по салону здесь точно такая же картина 2010 год вот внешне немножко внутренний интерьер он отличается вот в плане вот этих вот шторок то есть смотрится выглядит все вот таким вот образом он достойный аппарат и достойные модельки но в принципе но вот эти более свежих моделях я катался и последние видео мне как раз таки были отсняты по вот этим вот более свежим версиям поэтому я сегодня предпочтение дам вот этому первому самому самому старому автобусу хотя модельный ряд этот разрабатывался гораздо раньше чем 2005 год чем указано у нас на номере но все равно это поазик один из ранних вот ранних версий вот этих поэтому сегодня поедем мы с вами на вот этом автобусе так только мне в него надо теперь пересесть вот все табличка наш появилась это означает что все мы сидим вот с вами в этой модели вот в этом автобусе в принципе эти два пазика пускай остаются сейчас мне лишь остается всего лишь выбрать маршрут и можем отправиться с вами по сегодняшнему рейс вот кстати снаружи можно тоже послушать здесь звуки но в принципе еще мы наслушаемся этим более такой как трактор работает вот сразу даже по звуку можно определить что это гораздо более старая версия звук даже вот немножечко другое слышно как свистит турбина в принципе двигатели здесь дизельные они турбированные тянут довольно таки очень очень неплохо так что отличный автобус я считаю для нашего сегодняшнего маршрута для вот этой вот сельской местности он подходит просто идеально ну вот ребят маршрут я уже выбрал также включил указатели вот кстати наши пассажиры ну пазики не очень удачные расположил на вот это вот маленькая автостанция поэтому некоторые пассажиры у нас можно сказать стоят под автобусом сейчас необходимо мне будет развернуться наверно этом пятачке я развернусь и уже заберем наших пассажиров скорее всего мне наверно два раза придется переразворачиваться нет давайте лучше выйду с территории нашего вот это вот автовокзала так гораздо будет проще чем здесь крутится пятаки эти наяривать приятная подсветка приборов то наверно здесь выезжать нельзя с этой стороны хотя знак кирпича вроде не было здесь автобусы обычно заезжают вот что-то я в своем детстве катался на автобусах пас серии 3205-4234 вот правда что-то не припомню вообще водители какие-нибудь оплетки на руль вставили на эти пазики или нет по моему рули были без оплеток а мне вот почему-то так хочется оплетку нацепить какую-то вот смотрите когда все сделано здесь на автостанции очень круто очень классно и хорошо в плане того и скорая помощь есть и такси слушайте какой у вас красивый обалдеть подъезжает так ну пассажиры здесь не капризные я чуть-чуть подальше остановился так не давим моих людей слушайте вот эта версия по моему лаза 697 лаз бомбически выглядит это не 699 или 699 нет 699 все таки 697 был чуть-чуть покороче здесь я вижу что нет это 699 все таки турист но бомбически красиво выполнен красиво сделан красивый лайнер очень атмосферно на фоне нашего пазика но наше время ребят поджимает будем уже засматриваться на вот этот лаз на вот это вот красавчика отправляемся по нашему сегодняшнему маршруту в принципе о лазах я рассказывал здесь нам необходимо налево поворачивать дорога у нас не кстати хорошая будет для пазик я бы сказал бы даже слишком идеальная дорога наоборот хочется на такой технике знаете ехать по какой-нибудь гравийной дороге по такой более расхлябанной дороге несмотря на то что двигатель дизельный крутится довольно таки очень неплохо он крутится очень хорошо честно хочу сказать я об этом даже денис написал мне вот кажется вот от предыдущей версии которая сделана в принципе тоже неплохая эта версия была я не знаю почему он решил переделывать но вот в этих автобусах оптимизация как бы получше я бы сказал бы знаете имени такой требовательный автобус к вашему железу в принципе ничего не виснет ничего не лагует но на этих версиях ничего не висло но как-то потяжелее не ощущались автобусы здесь просто вот летит дышит не знаю все очень комфортно все очень уютно в салоне кто-то стоит кто-то сидит в общем пассажиры места себе нашли автозаправочная станция есть но по топливу у нас полный порядок у нас полные баки так что все очень хорошо все очень здорово дворники здесь в принципе как работали так работают звуковой сигнал есть остановок немного я бы сказал бы сегодняшний рейс у нас будет отдыхающий коренева от сорокина расположен на расстоянии 17 километров здесь несколько промежуточных остановок в принципе можно наваливать но считаю 70 километров в час 60 70 такая вот крейсерская спокойная скорость для автобусов класс так а что здесь у нас такой грибники что ли какие то интересно как заехали отбойник еще здесь стоит как они проехали туда как они машину поставили но да ладно на карте уже у нас такая чувствуется весна но деревня деревья 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 пока стоят из листьев и первая у нас остановочка будет как-то разогнался я очень довольно таки сильно нужно сбавить обороты поворот на иваново чуть более километра чуть не все пассажиры садятся но видимо здесь еще видим что и и другие также маршруты автобусов бегают вот здесь от лица пассажира находишься словно над этим двигателем вот на кожухе прям находишься и вообще такое чувство как будто ощущаешь все эти вибрации все это тарахтение вот этого двигателя дизельного но очень радует как раз таки на ранней версии вот не мешают ручки от сидений в обзору потому что но я пробовал такой ракурс камер вот на версии 2010 года 2008 там смотришь на все равно ручки в поле зрения попадается здесь же обзор довольно таки очень чистый довольно таки очень хорошие очень приятно и кстати из пассажирского места как-то скорость менее ощущается чем когда ты находишься за рулем вот я смотрю на самом стрелку живут со стороны в районе 80 колбасица не знаю такое ощущение как будто километров 40 сейчас еду вот сейчас пересяду за руль и уже скорость по другому ощущается здесь реально эти 80 километров в час они ощущаются как и есть как положено обзор по зеркалам очень хорошие вообще и так обзор очень здоровский на пазике несмотря на то что у нас лобовое стекло имеет перегородку а кстати ребят еще тоже вот по внешности забыл сказать чем эти автобусы отличаются не знаю такого ракурса не получилось на остановку подъездим покажу здесь решетки радиатора не более такие черные то есть на версии 2008 и 2010 года не таких серых тонов вот тоже можно отличить по вот этим признакам вот если вы хотите отличить пазики вот раннюю версию от более вот уже свежих версий принципе по решеткам радиатора это тоже довольно таки очень четко так все отличается слушайте ну трафик здесь тоже такой наглый да вот он чувствует что приближается и давай притапливать на свои волжанки но главное чтобы он перестраиваться сейчас не начал так довольно таки неплохо в потоке 80 идем все очень уютно все очень комфортно люблю вообще когда отечественные машины ездят чувствуешь себя как свои тарелки и ребят кстати вот интересно я посмотрел статистику по продаже автобусов по россии но в принципе все марки там ютонги и корейские hyundai вот которые закупаются вообще любви на доля рынка по-моему там что-то более 30 процентов занимает пазики то есть но это все версии сам самая большая версия 32 05 по продажам там вообще их закупает просто везде потом на втором месте идет компания нефаз третье место 5 пазик версия 42 34 вот на которой мы едем удлиненная база и четвертое место паз вектор next то есть пазики вообще делают весь рынок россии самый наверно популярный автобус я говорю везде эти наверно автобусы есть начиная от столицы россии до самых таких отдаленных русских глубинок их можно встретить вот эти вот автобусы что не понимает у нас обочина такая либо тротуар какой-то идет на скорости это не очень видно я бы сказал бы знаете как тротуарчик такой для пешеходов идет здесь у нас по-моему остановочка будет и очередной населенный пункт скорость будем снижать сейчас посмотрим что за населенный пункт бельцево бельцово ну вот пассажиры активизировались подъезжает наш автобус на остановочку фары очень красиво светит но будет только нам садиться или нет что-то навстречу пассажиры то нам шли а видимо вот здесь уже будет более знаете таки капризные пассажиры вот попадаются такие ну если я к вам так подъеду а ну вот что вы хотели чтобы вам поближе подъехали но ладно такая вот здоровская классная остановка здесь нас встречает ну и сейчас будем штурмовать мы вот этот подъем трогаться буду со второй передачи хотя может были было бы целесообразно с первой здесь но в принципе неплохо тянет автобус станет пазик слушайте даже переключиться получается у меня на 30 передач здесь у нас уже дорога сужается дальше поедем уже по однополосной дороге по одной полосе в каждом направлении у нас бельцово населенный пункт заканчивается но все равно дорога идея дорога классная отбойники разметка все присутствует все есть знаете вот чувствуется так весна так вот вдохновение какое-то вот словно какой-то дачный сезон такой открывается вот и жители уже стремятся на свои какие-то дачные участки едут вот интересно надо было все-таки картонку поставить чтобы двигатель наш прикрытый был бы это интересно перегрелся бы движок или нет но я думаю что нет в омсе есть защита от перегрева двигателя так что здесь с этим полный порядок я думаю картонка не помешает вообще приятно вот в омсе даже следить за развитием модели с денисом я вообще устина вам знаком с начала деятельности моего канала в самом начале мы с ним как-то познакомились я тестировал там одну из первых версий хотя для него это уже была не первая версия паза 42 34 их при мне уже наверное тут версии несколько штуки 4 она точно была выпущена но приятно видеть что человек все равно не сдается не опускает руки и идет к своему идеалу по крайней мере все неплохо получается каждая модель действительно на становится лучше она становится интереснее она становится реальнее и и в целом ребята это уже больше чем модель это целая история на самом деле ведь потихонечку эти автобусы они уезжают в историю ранние версии уже кстати я слышал информацию что версия 32 05 с бензиновыми двигателями все бензиновые двигатели уже не будут выпускаться то есть остаются на ли в линейке пока лишь только дизельные силовые агрегаты на смену бензиновым двигателям приходят газовые двигатели но они ставятся лишь только на новые версии автобусов пазов так что потихонечку вот так автобусы уезжает в историю но я думаю пазики еще очень долго будут колесить по улицам по дорогам россии по городам поселом я думаю что еще лет двадцать точно они будут бегать ну не знаю конечно вот эти вот старые версии может с рестайлинговой с рестайлинговой маской они там подольше послужат реально отдыхающий маршрут минимум трафика едешь спокойно просто наслаждаешься как природа пробуждается после зимней спячки что еще надо пазик дорога и кстати дорога у нас ну такая дальняя получает но в принципе за 20 минут этот маршрут преодолеть можно какие одиночные встречные машины пробегают как-то я очень сильно разогнался думаю 90 километров в час для пазика это все-таки мучительная скорость у нас кстати остановочка на горизонте здесь пассажиры тоже наверное капризненькие такие попадутся нам а может и нет что не вообще сидят да интересно вообще никто не проявляет но дверь открыл мало ли кто-то захочет выйти за автобусом есть такие пассажиры хотя вроде бы сигнал для связи с водителем не срабатывал о том что кто-то хочет выйти ну ладно может на ранних версиях такого звукового сигнала не было потому что на версии 2010 года я катался и там звуковой сигнал есть водителя срабатывает и все-таки прекрасные звуки я вот читал документацию по автобусам паз но по версии 32 05 в принципе 32 05 42 34 это одно и то же лишь только что у нас удлиненная база на одну оконную секцию в принципе чуть чуть увеличенный автобус и когда ставились дизельные силовые агрегаты на эти автобусы проблема по шуму было то есть по шумке этот автобус вот не мог тестировано пройти потому что но все-таки в салоне какие-то там децибелы должны быть какие-то определенные вот с бензиновыми версиями проблем не было потому что на бензиновые двигатели не сами по себе тихо работают тише чем дизельные силовые агрегаты но все-таки конструктором павловского автобусного завода удалось все сделать и дизельные двигатели благополучно начали ставиться на линейку автобуса 32 05 ребят знаете кажется когда ты пассажир там зашел ну тарахтит и тарахтит там двигатель ничего такого страшного но когда ты за рулем находишься целую смену там по 8-12 часов поверьте этот шум откладывается со временем это все откладывается и потом это потихонечку начинает влиять и давить на вашу психику поэтому шумоизоляция все это должно быть хорошо и качественно сделано минимум остановок вроде бы 17 километров а маршрут такой получается насыщенный такой интересный ну точно какие то не знаю грибов то нету все таки весна только вступает свои силы а это люди знаете наверно на природу выбираются вот наконец-то кусочек плохой дороги для нашего пазика будет немножко покидает здесь и тут у нас кстати ремонт дороги населенный пункт горки вот техники нагнали обычно вот эти ямы как подснежники на дороге вот после зимы появляется но здесь смотрю ремонтные работы наверное зимний период не останавливались вот пришла весна и снова техники нагнали и начинают ремонтировать дороги ну такие моменты я люблю тоже на карте когда присутствуют ты знаете говорит о том что карта строится карта делается и продолжение следует вообще приятно видеть что в этом году он в конце нет начале года по-моему было обновление очень приятно очень здорово а здесь всего лишь кусочек такой ремонт работы так что он дальше дорога снова чистая дорога хорошая без ухаба но радует что первые ухабы попались то знак конец всех ограничений теперь конец ограничение обгона в общем все ребят можно сказать автобан можно наваливать на двухполосной дороге трафика побольше было здесь уже поспокойнее на горизонте была машина исчезла пока графика прогрузилась она тоже куда то исчезла либо она ускорилась что там пассажир по моему активно себя ведет в автобусе да трамбуются они возле выхода скорее всего уже приближаемся мы с вами конечной остановки я думаю что скоро на горизонте она появится так что ребят подписывайтесь на группу дениса устинова денчик проект естественно ссылочку я оставлю в описании следите за судьбой вот это автобуса и кстати там дальше денис собирается еще более новые версии выпускать пазиков паки делать по ним да сорокин место нашей нашего разворота так здесь не проморгать ничего бы давно я не был в сорокине поэтому не знаю где здесь высадка но по моему здесь все по стандартному вот сорокин посадки нет и здесь мы можем с вами остановиться отличный автобус просто атмосферная карта атмосферный маршрут вот сотый этот действительно очень отдыхающий отличный автобус паз 4234 2005 года выпуска ребят огромное вам всем спасибо за просмотр не забывайте проявлять свою активность пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо всем пока и до скорых встреч